здравствуйте уважаемые подписчики и зрители канала сегодня будет небольшой обзор дуги x5 max обычная версия не про вот такая вот коробочка сразу написано основные характеристики 5 дюймовый экран hd разрешение 4 ядерный процессор 6580 мтк камеры охоте написано 8 мегапикселей на самом деле обе камеры 5 мегапикселей с интерполяцией на 8 мегапикселей датчик отпечатка пальца узел 1 гигабайт постоянной памяти 8 гигабайт доступна из них пользователю четыре с половиной батареи 4000 миллиампер часов на самом деле здесь где-то 3 700 3 800 android 6 из коробки пусть возможно получение дальнейших обновлений по воздуху уже приходили и две симки посмотрим коробки изначально идет инструкция вот в такую штуку упакован сам телефон это за место транспортировочной транспортировки естественно зарядник и провод обычная стандартная комплектация итак приступим две симки разъем под micro sd поддерживать до 32 гигабайт имеется надпись 3d sound это полная чушь динамик здесь один на самом деле второе просто муляж отверстия возможно в про версии здесь стоят два динамика но в этой версии стоит один динамик это просто фейк камера 5 мегапикселей это я уже говорил с интерполяция на 8 вспышка очень слабая при том что первые партии телефонов шли с заклеенной вспышкой криворукие китайцы забирали забывали убрать защитную ленту на диоде и из-за этого вспышка она и так еле светит а так она вообще никакая можно сказать но откручиваем болтики снимаем вот эту рамку она отщелкивается в бок и все вы достаете аккуратно просто с диода защитную пленку и вспышка станет чуть-чуть поярче светить так ставим аккумулятор который как бы на 4000 ампер часов скажу честно 3800 миллиампер это очень хорошо и достаточно хватает мне в принципе при активном использовании на день то точно хватает обычно на 2 сканер отпечатка пальцев сейчас я протестирую его сразу же так включаем оденем сразу же в чехол такой чехольчик симпатичный запускается громкость кнопки плюс минус включение выключение расположены на одной стороне разъем для наушников стандартный и естественно разъем для зарядки самого телефона и так экран 5 дюймов процентов эти разрешения олеофобного покрытия нету из-за этого экран собирает просто всю грязь разводы отпечатки решается это наклейки защитного стекла другого варианта нету протирать его бессмысленно так как он все равно сразу начинает собирать все отпечатки пальцев запаса яркости хватает даже при ярком свете то есть экран сам по себе очень неплохой качество картинки замечательное и углы обзора в принципе хорошие также имеется сканер отпечатка пальца подносите палец он разблокируется можно добавить до 10 пальцев хоть все с руки запомнили даете допустим у вас есть девушка которая хочет пользоваться вашим телефоном чтобы не вводить каждый раз пароль можно просто разблокировать это удобно используется несколько человек телефонами что-то еще имеется в антуту телефон набирает 24000 баллов процессор 6580 это четырехъядерный мтк стандартный как у большинства китайских телефонов сейчас конечно уже пошли 67 37 64 битный это 32 битный такое вот меню все стандартно ничего особенного нет просто тут уже стоят мои приложения из минусов самой прошивки у девяносто девяти процентов пользователей имеется два вируса точнее не вирусы а рекламные модули вследствие чего когда вы подключены к интернету у вас всплывает реклама вылечить это можно одним единственным способом можно конечно приостановить процессы но это все временное решение единственный способ установка рут прав установка доктора веба который при поиске найдет два вируса и предложит вам их удалить без рут прав вы никак их не удалите эта реклама вас рано или поздно достанет но учтите когда вы поставите рут обновление по воздуху уже они будут приходить но устанавливать их нежелательно если они встанут как-то неудачно вы получите кирпич а не телефон и вам придется просто как бы это кирпич тоже не проблема придется просто его через flash tools прошивать прошивку и все поэтому советую делать все это на свой страх и риск так стандартной камеры удалил заменил на другую разницы нету качество съемки ничего не меняется в принципе для 5 мегапиксельной камеры при хорошем освещении он снимает достаточно неплохо памяти доступно пользователю 4.4 остальное занято системы также здесь нет индикатора событий то есть никакие лампочки не мигает это неудобно и непривычно поначалу то есть вам пришла смс к вы слышите звук но никаких сигналов здесь мигания моргания диодов нету что еще сказать про телефон сам телефон по себе неплохой сейчас его можно купить за 4 и даже немного дешевле в принципе очень неплохой телефон но опять-таки есть минусы и если вы готовы с этими минусами жить или знаете как их сразу исправить то советую покупки также у именно в этой модели очень часто попадается бракованный тачскрин и это как бы не мое только мнение многие люди на самом деле жалуются то есть вы будете нажимать в одно место а у вас будет как бы мертвая зона у вас не будет происходить нажатие у меня допустим было вот этот кусочек где диспетчер файлов то есть как бы я на него не нажимал он не откроется в этом телефоне я уже заменил и экраны и тачскрин заменил сам поэтому как проблема решена но вероятность брака очень большая из 50 телефонов которые я заказал 25 черных и 25 белых черных было два бракованных как бы одно дело когда у вас маленькая зона как бы не работает это еще не так раздражает но пол экрана было тачскрин просто не реагировал белых было три штуки бракованных вот и судите сами как бы я общался со многими продавцами на алиэкспресс на те недели с администрацией как бы до случаев много на самом деле сейчас вроде как бы стало уже получше с этим делом то есть брака меньше про более качественная проверка перед отправкой идет но все равно учтите момент что может попасться брак но в принципе брак может попасть в любом телефоне просто с этим телефоном вероятно на самом деле больше качество связи отлично вот что что она связь в этом телефоне нельзя пожаловаться то есть и я собеседника слышу отлично и он меня слышит отлично вай фай bluetooth все работает безупречно стоит из коробки 6 android с возможностью обновления по воздуху то есть лучше что android можно даже вот так сделать возможно обновление по воздуху опять-таки проще прошиться самому через flash tools поставить новую прошивку это более надежно чем вы установите обновление по воздуху они могут опять-таки неправильно как-то встать хотя в принципе все устанавливается то есть я когда достал его из коробки я сразу же получил одно обновление по воздуху она установилась как бы глюков на данный момент никаких не замечено в телефоне поэтому сразу было решение установить root избавление от вирусов чтобы никакая реклама не всплывала также есть функция параллель параллель space то есть как бы два аккаунта то есть можно сразу удобно то есть вы лазите в одном аккаунте как бы точнее не два аккаунта один аккаунт разбивается на два под аккаунта то есть я лазью под своими паролями моя девушка когда берет телефон она лазит под своими это тоже очень удобно но так в принципе все больше ничего особенного нету единственное что gps еще кстати работает неплохо 8 спутников он на улице у меня ловит обычно иногда при очень хорошей погоде 12 может поймать как бы как навигатором я им тоже пользуюсь иногда в принципе телефон единственным да он толстый размер его конечно удручает но это батарея ничего не поделать как бы кому нравится берите неплохой телефон но допустим за эти же деньги я бы лучше взял home tom ht 17 те же самые функции только процессор посвежее 64-битный также сканер отпечатка пальца выглядит намного лучше тоньше до батарея в нем единственное 3000 миллиампер по факту 2 800 на 1000 меньше но он живет из-за оптимизации по он намного лучше работает все как бы никаких вирусов нету уже в прошивке в нем в этом да как бы прошивки выходят новый то что официально пускают в них и не исправили до сих пор проблему с этими рекламными модулями всем спасибо за просмотр ставьте лайки кому понравилось и до новых встреч пока